Я поносительный сенат земли в Твоих благ. Не лиши нас и небесного Твоего Царствия. Но я как посреди учеников Твои пришел, если спаси. Мир даяю. Приди к нам и спаси нас. Аминь. Аминь. Вознай милостью всем заботящимся, Анна. Благослови Елену, Елену и Геннадию, Ларису, Екатерину, всех помогавших им и нам. Тебе, Господи, хвала и слава, честь и поклонение. Отец, святой Дух. Аминь. Отец, святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Слава Христу. Можете сесть рядом тут, спросить, мне легче будет слышно. Я думаю, что редкие события такие бывают. Что венчание, все по форме, все по форме. И вот я вижу освещение, и они совсем не смотрят за тем, как одеты, кто пришел. Как будто их это не касается. Почему? У меня один ответ. Ревности одеты, Боже, мне. Вот в этом вся суть. Смотришь, вот другой, я конкретно не говорю о ком. Платок сполз или нет ее, или грудь открыта, руки открыты. И при том, это вот все прогресс. У меня было, кажется, теперь я могу ошибиться, или в Сакраменто это было, или в Вашингтоне. Ну я свободен был, пошел, думаю, похожу я там по магазинам. Меня интересуют музей и зоопарк. Ну оказалось, что зоопарк перетянул все. Живые бегемоты, веках они. Но дело в очереди. Сестра, она выходила замуж, я решил узнать, а сколько же стоит свадебное платье? Сразу молодой человек, там, может быть, лет 25 ему, он спросил, и сразу пошел. Я говорю, руковата у нее, какие? Толоктей? Нет, чтобы закрывало, и грудь закрыта была. Вот так, стойте здесь. Он сразу пошел, внизу звонит в Нью-Йорк, звонит в Санкт-Пранциско. Я говорю, нет, у них денег-то нету. Я просто спросил, нет, я потенциальный покупатель. Вот так вот делается все. Я вернусь к этому вопросу покупателя. И он везде звонит, так, ваш адрес, куда звонить? Мне. А у меня есть телефон, а то нету. Мы обязательно узнаем, где нигде. Везде вот такое. Это оттуда идет зараза вся. Это где-то в марте месяц 2000 года всю страну в российскую разделе. Почему? Сатана прекрасно знает, какую роль играет женщина. Через нее все мы умираем. Писание так говорит. Через нее. О, Адам, где ты был? Почему ты рядом не был с ней? Она сразу узнает, где в кустах, где в траве змей. И она этим змеиным ядом пропитана будет. И она будет мстить ей везде. Поэтому особое внимание. Вот мне сейчас там был ролик кто-то ставит. Или тип топ-то, не знаю как. Православный. Нет, христианин. Хвалит мусульман. И меня показывает. Ну я хвалю как. О женщине, как они заботятся. А она не будет, как попало. Без платка ни одной. Я где был, в других странах. Даже говорить не знаю. Но она бывает там тощая. Полная. Бывает другое. Видно, что черная. Арабка какая-то. Но она одета и хиджаб. У нее, как вот у нас, два платка. Погодник тут. И дальше платок. И вот здесь получается так. Встреченник не смотрит. А у ней в голове волосы видать. Мало того. Только помещаются. И она уже без платка. Пять и друзья. И тут пришли без платка. Меня там не было. Я бы, конечно, поговорил. А так не вижу. Никто ничего не делает. Платки у нас вот выносят. Вот один, кто приезжает без платка. В лагерь приехала. Она в брюках. И кто? Он прокурор. Ничего. В лагерь заходить нельзя. Побежали, юбку принесли. Я не видел этот ролик тогда. И все. Как она прекрасно выглядит. А тут вот такая женщина. Дайте адрес ее. Вот такое. И вот дальше что? Женились. Что самое главное? Не помнит ничего, что священник говорил. Бормотал. Или как угодно. Как Петр Мещерин говорит. 85% это дым у нас идет мимо. Мы его не знаем. Что на этом говорится? В этом тексте-то. Ну и здесь так же. Он знает только двое, одна плоть. Теперь вот это ему самое главное. Двое, одна плоть. А что, можно этому учиться? Можно. А где? В Библии. В Библии. В Библии нигде нету, чтобы было по-другому, что дальше у них сегодня происходит. А дальше как? Брачная ночь. Собирается ехать. Куда? Экскурсия. Ну куда ехать из дома-то? Ну вам одиночество нужно, чтобы никто не был, не мешал, не смущал. Это дело-то еще не привыкшее. Может быть, первый раз сохранили себя. Я терял людей через это. Со мной. Так, хотели они ехать? А ехать не на что. А я перед этим только у них дом выкупил. То есть, это большой подарок. А это ничего не значит. Нам надо поехать. А как? Там золотое кольцо, около Москвы. Ну что ты пришел туда? Ладно. Храм открытый зашел, погрел, иконы. Ты что из этого взял? Вышел и забыл. Ну, бывает, открытки продают. У меня один знакомый такой, Володя Пенгин, он одиночество. Но везде ездит, у него так на полу эти открытки лежат. И стопка вот такая вот. Он и не помнит, не знает. Но то уже заведенное, у него так и идет. Так и сейчас. Поехали. Поехали. Куда? Где? В гостинице ночевать? В гостинице. В гостинице все просматривается. Тебе это надо? Ну, и отсюда дети уродливые, там то другое. Это далеко. О, не пускают. А где можно узнать? Крейсера «Соната» Льва Николаевича Толстого. Просчитать надо, а потом фильм посмотреть. Фильм есть поставленный. Прекрасно. Там говорится, какой артист. Все, и жена говорит. Я была задействована. Я, потому что режиссер очень привередливый был. И говорил, дословно говорить, а не так, как выдумал. Просчитал. Вот как написал я, Николаевич, так и говорите. Ну, я, говорит, ему там как-то сделало так, там переписывал, показывал. А он в то время говорил такими словами, Янковский, кажется. Это дорогое удовольствие. Я потерял людей еще из-за этого. Потерял. Не просто потерял, они врагами сделались. Проходят годы, вырастают дети. Дети, там, из детей, там, двое мои крестники. Они всех натравили против меня. Я никакой власти над ними не имею. То есть, ты смотри, куда идут. Они ни разу в лагере не были. Это не все. Теперь они дальше, где живут, идут. Кто звонит или что-то, они капают и капают. Там все покрыто из змеиного гнезда. Да, простит Господь. А ничего нет, я не должен им. Я сказал, ну, вы побыли, проехали. Запомнить не можешь. Зачем? За меня деньги где-то платили. Сказали, мы купили вам билеты в Иерусалиме, чтобы побыли. А зачем? Я поговорил с Зоей Александровой Крахманниковой. Она говорит, там из рук по этой сумочке вырывают. Там ходит и я столько. Я теперь поеду туда, на вокзалы где-то буду там в аэродромах, в аэропортах, тоску наводить на людей. Что я там возьму? Ну, ездят они там-то, там-то, поднимаются на горы, а тут-то преображение. Ну, посмотрел и все забыл. Открытку хоть иногда посмотришь как-то. Фильм снят еще больше. Но это никак не отражается на спасение. И вот они сейчас, молодожены, в некоем царстве, в некотором государстве, ну, может быть, где-то недавно тоже было венчание, поехали. И что они получат? Кроме траты, ничего нету. В это время надо молиться, быть внимательным, чтобы ребенок, если будет, замедлется. Об этом речи даже никакой нету. Неусыпное соединение. Соединение разорванное. Недолгое, минутное. Вот это крейсера соната подробно, по частям, все показывает. Показывает, как. А как сделать? От меня никто не спрашивает. А я вот как говорю, я так бы и сказал. Молодоженам говорить, никуда не ездить. Им одиночество нужно. Лучше собственной палатки ничего нету. Собственная палатка, где они тут пробыли, говорят, прорыващили, проходили по полям, святые порвали там, что, посмотрели его имущество, что он имеет, какие лимузины, какие у него вертолеты, там, ну, богатый жених, например. Ты покажи, где ночевать будем, самое главное. Если это стоит не во главе угла, а оно, в первую очередь, для чего жениться-то? Главная тревога бывает. Жена говорит, я забеременела. Вот теперь вопрос, рожать или убить? Паника начинается. А так, как будто бы нападает кто-то сатанной бомбой. Ну, я говорю, потому что конца края бедам нету. Зачем ехать? Если я с ней буду спрашивать, они ничего не ответят. Ну, посмотреть, посмотреть-то можно сегодня, тем более в интернете, только заряди золотое кольцо перед тобой. Посмотри, храмы, сегодня так делают храм, и ты поворачиваешь, он поворачивается, перед тобой картинки идут, иконы. Ну, все у тебя, завтра еще можешь один раз посмотреть. А вот там по канавке пройти у Серапима. Да было ли это у Серапима-то? Ведь о Серапиме столько написано. Вот, Петр и Павел, день Петра и Павла. 18 страниц, жития святых. Серапим Саровский, 51. 51. Что интересно, специально из архиереев, а может быть и священников там где-то, составляется какая-то команда, так назову простыми словами, которые решают, канонизировать или нет. Серапима никто не хотел канонизировать, так еще нету. А царь сказал канонизировать. Все. И поэтому это царское повеление мирского человека, готово уйти из жизни. А сегодня на это будут, обязательно туда поехать надо. Надо быть там, посмотреть. Там канавка есть, которая отихти с ней перейдет. Да он перешел эту канавку уже 50 лет назад. Там атомные какие-то исследования идут и прочее. Оно давно уже там еще это. Посмотрел на... Его голгопа не остановила. Он на голгоп еще приплясывал. Дьявол, сойди с креста. А тут какая-то канавка. Да сапим знать про нее, может быть, еще не знал. Я попутно это все показываю. И что нужно? Позаботиться о себе. Ну, взять неделю, отпуск. А дальше-то днем бываешь. У нас в армии был один, и видно, что женился. Ну, веселый такой парень. Он говорит, женился у меня, я учился, и у меня все больше было где-то. Я только жду, когда домой вернусь. Ну, жена мне не рада. Ну, сильный, крепкий парень. Ему горем нужен. А тут одна она терпит, конечно. Я говорю, каждый день только думаю, как я вернусь. Все опустошенный. Если показать 4 вопроса, которые на каждое событие должны быть. Первое. Что я ищу? Духовного, телесного, временного или вечного? Ну, отвечать не приходится даже. Оно и так видно. Все, что бы они ни делали, где бы ни были, это временно. Второе. Что об этом говорит Библия? Библия о путешествии ни слова не говорит. Зато он говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Понятно? Жития святых, я считаю, тоже мы этого не видим. Чтобы они путешествовать пошли. Куда? Кому? По храмам. Никак нет. Невеста в доме была. Теперь это сноха. Ну, и дальше под руку к родителям. Лена Хазарев, 4 родителей. Книга Тавита. В добротолюбии даже там намека на это нет. Откуда это пошло? Что молодожены должны отдельно. Ну, я считаю, что у нас небольшая такая юридическая, как бы сказать, не брошюрка, но книжечка. Там может быть страниц 150. И вот выступает доктор юридических наук. Военное звание, чуть ли не полковник, кажется у него. Дочь замуж-то вышла и пошли. Это и навстречу тот, кому эта дочь понравилась. Он тут же убил жениха, уже мужа. Я, говорит, ничего не могу сделать-то. Я бы его на кусочки разрезал. Да разве это наш закон был? В Китае, в Библии, везде говорится, смерть, которую принес, должен умереть. Я не за смерть, а к тому, что выход-то покажите. Нет выхода. А как, рядом, тут все болятся, мы целый день их видим. Вот они были в отдельном домике, и то даже не одинок был. Тут рядом люди, а в палатках, тем более в палатках. Там крикнул только, 20 человек выскочили. Вот как. И поэтому, когда мне говорят, я говорю, а где они? Ну, вот так поехали. Так, второй вопрос. Третье. Что об этом говорит совесть? А совесть, если он знал женщину, ну, блудил, то дальше он смотреть на женщину просто так не может. Это после балла у Толстого написано. Он раздевает ее глазами своими. Он не может ни на сестру, ни на мать смотреть, чтобы не подумать об этом. Вот так вот с ноги, с пятки. И вот так вот человек перекатывается. И вышли, когда ты еще делаешь. А что я делаю? Ну, зачем ты так делал? Не знаю. Это блудная лихорадка. Это мое выражение. А как вы узнали? Ну, до чего бы ты касался, так у тебя без зад трясся. А я говорю, всю службу, а служба длинная, два часа в субботу. Всю службу думал о блуде. Ты понял? По поднятию ресниц, об реснице, узнается наклонность к блуду. Зачем бы это было написано в Библии? По поднятию. Какая походка, человек как идет, там ничего можешь не ждать. Так, третий вопрос, совесть. А она сожженная. Мало того, может быть наркотикой, может быть чай там. А это все наркотики, какао, заварки эти. И третий, не будет ли этом соблазном? Ну, четвертый вопрос, может быть не будет. А может быть будет. Почему? Да потому что люди-то настолько испорчены. Они самое плохое проставляют. А зато вот так. Я говорю, почему с тобой такое случилось? Ты это разу потерял. Потому что хвалился, сколько женщин у тебя было. У нас одни мои стали говорить. Сколько у тебя было? Он говорит, 18, а тот, а я не помню. И что? Ум прибавило это. Нет. Блуд и компьютерные игры сжирают мозги полностью. Вот такая, брат, история. Я вот сидел сейчас за затраком-то и думал. Никто не подошел, не спросил. То есть я век не нужен со своим опытом. А я бы поделился, сказал это и может быть вот так. Кто-то бы прислушался где-то. Я вас спрошу, Николай Георгиевич, то, что я сказал. Как вы думаете, так это или не так? В жизни другое показывает. Молодые сейчас стараются жить отдельно. И это часто бывает на пользу. Когда живут молодые и старые, тут начинается невестка с матерью, с матерью жениха, мужа, начинает скандалить. Или молодой начинает с тестью в скандале. Тесть устанавливает свои порядки, а он хочет сам делать. Сейчас... А как раньше было в России? Не знаю. А определенно считаемо? Я не жил. Никто не отделялся, жили вместе. У нас только 13 взрослых было. Главное это никто устанавливает. Мы не надо устанавливать, ты пришел в установленный порядок. Об этом пишут и писатели. И так и понятно. Там опыт. А где она, дочь? Да она пришла, родная дочь стала. И спорить, как сейчас нет этого, она слова не скажет. Она только мама, мамочка, подскажи, как здесь делать надо, чтобы было так, как вы делаете. Я был на Украине, посмотрел, там такие дома. Я говорю, зачем? Наженился, отделился, строили. А зачем отошли? А кто здесь с детьми водиться будет? Детсадик, он не воспитает тебя. Здесь же рядом, бабка-то или кто теперь будет? Она и занимается. Она ведет за руку Даши. А вы свободны. И на работе, и даже коснется куда-то поехать. Все, в одном доме жили. Я вот разговаривал со своими, как отдельный дом, говорит, не было этого. Даже не знали они. Когда семья уже большая, тогда начинали. Об этом мы в разных книгах читаем и на родственнях Якуба Колоса. То есть я оттуда кое-что беру из той древней литературы. Почему? Опыт. И нигде мы видим не отделялись. Вот он взял другую невесту. И она там ропщит. Но она подсказывает ему. Мать заботилась о том, чтобы получить благословение Якуба, а Исаак не думал, нет. И что, родители? И вот родители. Так это, Яковым, так и было. Сегодня этого нет. И результат, сейчас скажу. Результат. В России. Тринадцатый год перед войной. Каждый год чистой прибыли было 3-5 миллионов. За счетом, что умерли которые. Как того. Было 100 миллионов. Теперь 103-105. Каждый год. У нас каждый год миллион отбрасывается. Наоборот. Все, вот мы считали здесь. Сколько там разводов-то? Первые 4 года 84,6 процента разводов. Разводов. А тогда они даже не слышали. Вот отсюда вывод надо сделать. Что прислушиваться. А как тогда было? А сколько? Меня интересует. Сколько у мусульман? А это написала мне одна наша сестра. Она там среди них живет. И говорит. Как вот? Наше дело не рожать. Только бы убежать. Не так-то. Его нашли в другом государстве. Они его там так поучили. Что две недели на задницу не сядет. Домой привезли. Это твоя жена, твоя. Больше тебя искать никто не будет. Дадим указания. Занесем тебя в карточку. Там ты и будешь валяться. Дохлая собака. Твои дети подними на ноги. А четыре жены? Значит, четыре разрешено. По их учению. И всех ты должен кормить. Даже развелся. И дальше продолжай заботиться о ней. А вот тут ничего нет. Нас, говорят, объединяет общее хозяйство. Какое хозяйство, когда его нет хозяйства? Ну, кошка есть. Даже голубей-то почти не у кого нет. Ну, собака может быть. Какое хозяйство-то? То есть, закон потворствует вот этим разводам. А уж про аборты говорить не надо. За перестройку только в Российской Федерации 120 миллионов абортов. А мне говорят устаревшие данные. Сегодня данные показывают намного больше. Так 120 миллионов – это государство. В женской войне не захлебывается. Еще учат, как... Ну, Ленька, остановитесь, взгляните же. Помирать будем когда-то. Ничего нет. Ничего нет. А ты спроси, кажу, голубы другие, где рождались? Где Ломоносовы рождались? Где они сегодня, эти Ломоносовы? Где Пушкины? Ну, сегодня-то сравнить-то оттуда. Где Гоголя? Только сегодня такие Гоголя, чтобы нас не трогали. А священнику... А священник, что ли, лишь бы кадила в руках ходила. Ну, заброшенная нация. Более ненавидимой нации в мире нет, чем русские. Это мне сообщают те, где получают путевки куда-то. Первый вопрос задаю даже в Германии, там, во Франции. Я еду на такой курорт. А там русские будут? Да, они свободные. Будут или не будут? Ну, будут, наверное. Так, билет обратно отдает. Я не поеду туда. А почему? Если русские, она приехала, значит, только приехала туда, чтобы сегодня же у ней было три мужа. Если русский мужик, там, это все, ну, не такие, а новые русские-то, чтобы четыре бабы было. Это отдых. Они оттуда в щепку раздавленные приезжают. У нас была девочка одна. Ну, они ее с собой брали где-то так. Они где? Оставят лизонькую. И она целый день одна там копошится где-то. А там и в шее чего только нету-то. А они, каждый блудит в своей стороне. И она мать ее была, членом нашей общины, а она ушла. Муж ее бросил, и она тут же выскочила за другого. И ты еще не поделаешь с этой козой. Я не случайно сказал козой, потому что тут смысл заложен. Вот, брат, говорил бы, как. Это не просто так. Теперь смотри. Вот считаем. Считаем мы, опять же, обращаясь к Альгу Николаевичу, потуши огонь. Там, кажется, соча так называется. В доме жили, поссорили между собой два хозяина. Один другого поджег. И что из этого было? А сегодня даже этого нету. Они в бетонных живут. Всюду и везде требуется опыт Божественной Библии. Что говорят? И что говорят святые отцы? Какие каноны на этот совет? Канонов о том, чтобы ездить молодым где-то нет такого? И в житиях святых нигде нету. А это 1173 биографии. 1100! И 73. Я вот нашел, к чему пришел, о чем говорил. Ну, а кто слушался? Кто искал, тот слушался. И они живут. Ни измены нет, ничего. И живут с первого дня. А ездили, когда коснется к родственникам, там можно куда-то заехать. Сколько раз уже меня тянули, чтобы я поехал там в Берусалиме, побыл, другое. Я не под каким видом. Господи. Вот такое дело, брат. Все. Давай, приведи нас с хозяином. Николай Георгиевич хотел слово сказать. Так что сказать, говори. В советское время был фильм. Показывали мечту. Вот то, о чем вы говорили. Там был отец, там был дед, там был прадед. Жили одной семьей, ходили на завод. Один стал директором, другой начальником. И у них семьи были, и внуки, и все одной семьей. Это показали как мечту. И получилось, что прадед сказал, цыць, и все замолкли, цыць. Это была мечта показана. И эта мечта имеет отражение в Библии. Если люди верующие и создали церковь семейную, тогда у них получится вот такое семейное сожительство. А коли каждый тянет на свою сторону, здесь сожительство не произошло. Все стараются, молодые, жить отдельно в наше время. Об этом надо говорить, надо. Вот. Может быть, до кого-то и додьет. Может быть. Но этого нету. Тихий дон Шолохова Михаила Александровича. Поставленный очень прекрасный. Считать ты не найдешь, а на пильме там. И за дождь, ажки сидят все, едят. Каждый кусочек, как мы показываем. И живут все вместе. Да, там был и грех, но жили вместе. И отец командовал. Слово сказал. А он стал восставать. Укончилось ничем, развалом. Начал блудить. Гришка Мерехов. Вот суть-то в чем. Так отец-то невестку изнасиловал. Где? Ну как где? Где? Дома, у себя. Ну где, где? Откуда это взято? Откуда вы взяли это? Произведение какого-то? Произведение Шолохова. Когда ушел на войну, это ушел. Невестка осталась. Вот. А тесть изнасиловал свою... Ну как нету? Нету. Ну как нету? Ну как нету? Если нету, вы не покажете это, возьмите, просчитайте. Ну, показали химии. Мы его взяли, все. Химии. Он изменял, и Гришка Мерехов-то. Он изменял. А отец очень строгий был. Кто-то изнасиловал. Вы взяли из другого. Это... Ну это Шолохова там. Министр культуры у Ленина был такой. Он об этом говорит. Я стоял в храме, там где Иоанн Коноштадский, и купец кричал. Каялись открыто. Я изнасиловал родную дочь. Вот откуда это взято. Нет. Ну ладно. Это... Это повсеместно бывает. Это бывает. Нет. Ты тем более изнасиловал. Да. Даже не считал, уж я сколько литературы перемолотил. Кубометры. Ни в одном месте этого нет. Бывал там, настаивал на своем. Есть такие там, снохащества называется. Но этого нет. Это вы могли почитать хмель. Там хмель и там написано такое. Даже образ этого тестя, тестя образ, он хромой такой. Да. Да. Иоанн Коноштадский доченька не называл. Луп своего сына Гришку ты костылем лупил. Он о ней беспокоился, как о родной дочери не беспокоился. Не знаю. Сюжет, если сюжет... На 100% это не ошиблись. Нет. Если будет сюжет, если я найду, я покажу. Никогда не найдете это. В книге, ни в фильме этого нет. Ну в фильме есть. Ну как же нет. А вы давно в это верите, что про что говорите? То, что показывают, да. Возможно, это было... Может, где-то что-то забыли. Ну ты видел в фильме шелуху? А? Нет, я не видел. Ну не видел. Нет этого. Он о ней заботился... Сказать даже невозможно как. Он пришел, хромой, и... Доченька, доченька. Там даже в мыслях этого нет. Зачем это придумывать? Даже намека тысячи доли процента нет. Не было этого. Не было этого. Это, которые жили где-то там. Там-то могло быть у кого-то, но здесь произведения там нет. Иначе оно не соответствовало бы действительности. Все на этом. Рассудимся. Ох, слава тебе. Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...